Привет, YouTube! Давно просили, я сделал быстрый гайд по самым важным настройкам камеры Sony A7. И тут сразу дисклеймер. У камер Sony охренеть какая широкая кастомизация. Вы можете настроить все функции, функциональные клавиши строго под себя не так, как сделал это я. Я лишь сделал максимально удобно и практично для себя. Но уверен, многие фишечки вы у меня подпырите. Погнали разбираться. Если вы следите за моим творчеством на Boosty, Patreon, в Инстаграме... Кстати, мой основной аккаунт заблокировали, засранцы. Поэтому подпишитесь на резервный, мне будет приятно. Так вот, я люблю снимать на лайтах, без тяжелого обвеса. На съемке таскаю только один объектив. Да и камеру я могу держать разными хватами. И так, и сяк. И даже разными руками. Иногда снимаю левую руку и нажимаю на кнопку спуска затвора большим пальцем левой руки. Я постарался вывести все необходимые мне функции в доступность пары кликов. А конкретнее функциональное меню, которое вызывается на всех камерах Sony A7 класса клавишей FN. И начнем мы сегодня именно с этого функционального меню. Я буду объяснять каждую из настроек и почему я сюда их засунул. Открываем второе меню, девятая вкладка. Настройка меню функций. Верхняя область отвечает за фоторежим. Нижняя за видео. Тут у нас есть по 12 быстрых функций, которые вы можете назначить на свое усмотрение. Просто кликаем на окошко и у вас появляется выбор между почти сотней вариантов. На первое окошко я добавил возможность быстрого включения приоритета глаз лица. Без детекции лица фокус цепляется к ближайшему камере объекту. А выключив его, в приоритете всегда будет само лицо. Также это полезно, когда фотографируете толпу людей, чтобы фокус рандомно не скакал от объекта к объекту. Второе окошко переключения режима поиска лица человека и животных. Иногда, когда фотографируете котеек, можно врубить трекинг мордочек животных. И тогда фокусировка будет проходить по глазам животных. Главное не забывать переключиться на человеческие лица потом. Хотя, думаю, с некоторыми человеками и животные я в прокате. Третье окно — область фокусировки. Так как я всегда снимаю в следящем режиме с фокусировкой по глазам, я использую самую большую область фокусировки. Но иногда могу переключиться и на центральную точку. Ну, для того, чтобы просто более точно попасть на нужный мне объект. Далее у меня идет функция расширения динамического диапазона — DRO. Я уже рассказывал, что это такое, можете посмотреть ролик по всплывашке. Если коротко, то DRO просто вытаскивает тени из превью RAV-ки. Как будто вы ползунок Shadows на плюс 100% подвинули в самой камере. RAV, конечно, остается неизменным. Но вот в видео эта штука очень полезна. В пятое окно я засунул кроп-режим. Активировав его, вы снимаете фото и видео не на всю матрицу, а на ее центральную часть с кроп-фактором 1.5. Лично я этот режим очень люблю в репортажке. Когда я гонял в Питер снимать ВК-фест, я его регулярно использовал. Так как с собой у меня были только два стекла — 24 и 85 мм. И мне не хватало большего фокусного расстояния. Включив кроп-режим, моя 85-ка превращалась в 127 мм. И это позволяло делать более крупные портреты спикеров. Вы спросите, а нафига вообще врубать этот режим, если можно кропнуть на посте? А поста-то и не было. Я снимал в JPEG, потом скидывал эти кадры напрямую с фотоаппарата на телефон через Sony Edge и отправлял в пресс-центр без обработки. Едем дальше. Шестое — уровень выделения контуров. Он же фокус-пикинг. Незаменимая штука в съемке на мануальные объективы. Можно быстро переключить силу подсветки контура в зависимости от освещенности сцены. Как правило, в темноте приходится ставить более высокую чувствительность. Кстати, активировать и настроить цвет контура можно через основное первое меню. 13-ю вкладку — помощь при фокусировке. Желтый цвет, на мой взгляд, самый лучший. Далее — режим вспышки. Полезная штука для студийных съемок. Можно поставить синхронизацию по задней шторке затвора. Далее — баланс белого. Почему бы и нет? Конечно, большинство съемок я провожу на баланс белого тень, чтобы фотографии были чуть более теплыми. Иногда все же приходится прибегать к использованию и альтернативных типов баланса белого. И быстрый доступ к этому меню просто необходим. Девятое окно. Очень важно для меня. Тут я выставляю творческий стиль. 99% съемок я делаю Vivid Colors. Это увеличенная насыщенность. На равку, разумеется, это никак не влияет, но вот на превью, на мониторе и на экране дисплея смотреть становится очень приятно. Картинка выходит красочной. Иногда этот режим можно использовать для перевода картинки в монохромный режим, чтобы видеть только свето-теневой рисунок. К примеру, в студийных съемках. Десятое — стейди-шот. Матричная стабилизация. Многие не представляют всей важности этой вкладки. Если вы снимаете в ярких сценах при выдержке от 1-160, то выключаете стабилизацию, так как она просто сжирает заряд батарейки. Моя Sony A7C на одном аккумуляторе без стейди-шота спокойно выдает 5000 кадров. Я считаю, это просто имба в сравнении там с какой-нибудь лейкой. Также я вырубаю стейди-шот и при съемке видео, чтобы на посте через Catalyst Browse можно было идеально стабилизировать картинку, используя героданные камеры. В 11-й ячейке у меня живет формат файла. Здесь можно выбрать между RAW и JPEG. Их я использую либо в портретах, либо в Travels репортажем. Если я не планирую ретачить кадры, то смело снимаю в JPEG. И заключительная ячейка — тип отображения Live View. Это незаменимая функция при съемке со вспышкой. При включенном параметре ваш дисплей показывает ровно ту экспозицию, которая выйдет на кадре. И если этот параметр выключить, то вне зависимости от экспопары, яркость отображаемой картинки на дисплее будет нормализована. И если, к примеру, у вас будет надета вспышка, и вы будете снимать со вспышкой, то перед самой вспышкой вы уже будете видеть хоть какой-то приблизительный свет-теневой рисунок на своей картинке. Теперь нижняя дюжина ячеек, отвечающая за видео. Рекомендую сразу каждое окошко прокликать на повтор роли функции с фоторежима. Кликайте на ячейку, выбирайте 12-ю вкладку, следовать фото-меню. Теперь внизу каждой иконки будет значок фоторежима. Это значит, что в выбранной ячейке используется функция, привязанная с фоторежима. Но все же некоторые ячейки в видео я переназначил. В первую ячейку я засунул уровень записи звука. В зависимости от микрофона нужна возможность быстрой коррекции. Седьмую ячейку я заменил на профиль изображения, picture profile. S-logi, HLG, это все тут. В 11-й ячейке сенсорное управление. Может быть полезно при фокусировке тапом по экрану. Ну и в 12-й ячейке режим настройки экспозиции. Тут можно выбрать приоритет диафрагмы, выдержки, ну либо полностью ручной режим. Вуаля, функциональное меню кастомизировано. И теперь мы можем настроить функциональные кнопки на самой камере. Выбор по трем режимам камеры. Фото, видео и режим просмотра. В фоторежиме для меня важна кнопка, расположенная под большим пальцем. Я должен нажимать на нее и при этом не испытывать дискомфорт при хвате камеры одной рукой. И нужна эта кнопка для того, чтобы выключить автофокус. Сюда я впихнул функцию AF-MF с удержанием кнопки. Представьте, что вы фокусируетесь по глазам в следящем режиме. Но вам надо срочно сделать кадр, где модель стоит, смотрит на вас, но в фокусе бэкграунд. Переключать на покадровый AF долго. Достаточно просто нажать эту функциональную кнопку и вручную перефокусироваться на фон. Фокус пикинг позволит не промахнуться. Это очень удобно. Либо если вы снимаете предметку и вам надо довести фокус до нужного элемента. Также одно нажатие и у вас в руках точная достройка фокуса. Вообще на съемках я пользуюсь этим блоком автофокуса для фокусировки на деталях, отдаленных от лица модели. Но все же это случай исключения, так как 99% времени съемки фокусировка происходит строго в режиме непрерывного отслеживания глаз модели. И никаких промахов нет. В этом заслуга Sony. Все остальные кнопки у меня родные с завода. Well done. Теперь до любых важных, необходимых на съемке штуках ты сможешь дотянуться большим пальцем в пару кликов. И в качестве бонуса я хочу дать пару советов, просто проинформировать о внутренних настройках через основное меню. Я снимаю взжатый RAW. Он ничем не уступает по качеству нежатому, зато экономит 30-40% места на карте памяти. Первое меню, вторая вкладка. Вырубаете шумоподавление. На RAW эта функция никак не влияет, а процессор камеры загружает. Цветовое пространство я использую sRGB, так как весь интернет, в принципе, на нем пашет. Второе меню, восьмая вкладка. Автопросмотр. Его вырубаем. Чтобы не отвлекаться от съемки лишний раз, всплывающими фотками. Пятое меню, первая вкладка. Подтверждение удаления также лучше переключить. Чтобы при нажатии на кнопку удалить кадр, не нужно было тыкать вверх. Просто нажали ОК, и все, кадр удалился. Про настройку зебры я запишу отдельный ролик, так как много интересных нюансов и ее работы надо объяснить. А сейчас просто посоветую активировать детекцию на 100% пересвет. Снимая в таком режиме, просто не допускайте получения зебры на лице модели. Тогда экспозиция будет идеальна. Теперь ваша камера настроена, а в качестве благотворачки я жду от тебя лайк и подписку на канал. Ну и также подпишись на мой инстаграм аккаунт. А то основу блокнули, и мне как-то грустно стало. Там столько было классного архива. Очень надеюсь, что у меня получится восстановить мою страничку. Ну а с вами увидимся. Пока!